Привет, ребята! Хочу рассказать вам следующую историю сегодня, сделать новое видео о том, когда я был в семье Колумба, когда я еще не был посвящен на мафию и был очень молод. Ко мне обратился мой друг по имени Билли Стэг, у которого был ночной клуб. Он располагался на пересечении 62-й улицы и 17-й авиации, в районе Бенсон-Херст, Бруклине. И Билли хотел, чтобы я включился в его бизнес и стал партнером. Но я спросил его, почему он мне это предлагает? У тебя отлично идут дела, бро, зачем я тебе нужен? Он говорит, Сэмми, я партнер в этом бизнесе с Мэтью Гамбино. Это племянник Карла Гамбино. Он не посвященный мафии, но он настоящая боль в заднице. Он выносит мне мозг полностью. Билли Стэг был под прикрытием Джонни Риза, я рассказывал о нем раньше. Он был посвящен в семье Гамбино. И я думаю, этого парня, Мэтью Гамбино, терпели только потому, что он был племянником Карла Гамбино. Билли полагал, что если я войду, будучи из другой семьи, а я тогда был с людьми Коломбо, то я смогу как-то разобраться с этим дерьмом. Он знал мой стиль. Это не было в моем стиле бериться с тем, что выходило за грань. Тогда я пошел к Шоти Спэрроу, который обратился к Кармини Персика, боссу семьи Коломбо. И я получил их благословение стать партнером в этом клубе. На высшем уровне был разговор с Шоти Спэрроу и Джонни Ризом. Соединение двух семей было в данном случае сделано, и я стал партнером. Это был супер-клуб. Он был открыт минимум до 3-4 часов утра, иногда дольше. Люди выпивали, веселились, женщины. Реально хороший клуб. Люди приезжали к нам из Нью-Джерси. После того, как они решали свои дела в барах, они приходили к нам и оставались развлекаться у нас до 4-5-6 утра. И в задней у нас была игра в покер. Хорошо настроенная игра. Она не была вполне честной, и мы зарабатывали на этом деньги. Но была масса работы. В задней стояло пару раскладушек, потому что иногда движуха в клубе продолжалась 2-3 дня беспрерывно. Начиналось ночью, переходило в утро. Одни люди уходили на работу, другие приходили с работы. Например, мусорщики, которые работают ночью. Рядом у нас было похоронное бюро, владельцы которого приходили к нам по утрам. Они очень любили играть у нас в азартные игры. И движение продолжалось уже в течение дня. Таким образом, переходило к вечеру, когда приходил основной народ, и опять до утра. Это было сумасшествие. Просто много-много работы. Я небольшой парень. И я был посреди этих драк, которые нужно было как-то разнимать, когда крупные ребята устраивали какие-то качели. Я сам не дрался, но просто разнять людей было очень трудно. Кто-то скандалил со своей девушкой, кто-то со своим знакомым. И я был вовлечен во все это дерьмо, чтобы сохранять приятную атмосферу в клубе. Чистил места после людей, бегал в заднюю, работал там. То есть был там всем, от посудомойщика и далее по списку. Я и Билли делали все это. Мы ввели также весь учет и бухгалтерию. А Мэнни Гамбина, господин важная шишка, там не появлялся. А если появлялся, то заходил выпить в своем длинном пальто с руками, покрытыми в рукавах. Всегда хорошо-хорошо одетый. С ним обычно было или пара его знакомых, или пару каких-то девушек. И он был такой в стиле делать заказы и приказания. Позови сюда официантку, чтобы она сделала то-то. Я смирялся с этим, потому что он был племянником Карла Гамбина. Я никогда не дерзил, не делал ничего резкого в отношении него. Но при этом дерзость чувствовалась с его стороны, когда он приходил. Он даже несколько оскорбительно вел себя по отношению к Билли, и Билли приходилось это терпеть. Но потом оскорбительное поведение стало проявляться по отношению ко мне тоже. Сэмми, подойди сюда. Меня задевало то, как он это делал. Не то, чтобы нельзя было ко мне так обращаться. Я не изображал из себя, что моё говно не воняет. Я хочу сказать, что в этом заведении на мне была вся ответственность. И при этом обращаться ко мне. Эй, иди сюда, найди официантку и принесите нам выпивку. Меня это взбешивало. Меня бесило, когда он говорил со мной так. Но как я говорил, это был племянник Карла Гамбина, и мне приходилось это терпеть. Так продолжалось некоторое время. Деньги, которые мы зарабатывали, мы делили. Билли брал треть, я брал треть, и мы отдавали треть Мэде Гамбина. Как-то ночью он появился в клубе. Это, может быть, было уже 5-6 часов утра. С ним было четверо-пятеро парней, плюс 4-5 девушек. Все такие разодеты, в длинных пальто, женщины в норковых шубках. И он зовет меня к столику. Они все рассаживаются, и он говорит, Сэмми, позови официантку сюда. И сделай мне одолжение. Повесь шубки этих девушек на вешалку. Это меня немного резануло. Но тем не менее, я опять внутрь не закрылся, сказал женщинам, чтобы передали мне свои шубы. Повесил их через руку. И затем он говорит, У нас есть проблема здесь. Я говорю, Да, что за проблема? Он говорит, Деньги, которые мы получаем с кассы, как-то не бьются. Я думаю, что что-то не так. Отвечаю ему, С кассиром что-то не так? С кем-то другим что-то не так? Ты хочешь сказать, что кто-то ворует? Кто-то грабит? Потому что, если тебе так кажется, мы с Билли разберемся с этой ситуацией. Или ты думаешь, что это я? Билли? Или мы оба? И меня возмущает то, как ты разговариваешь со мной. И меня возмущают твои обвинения. Слезь со своего ебутого коня, приди сюда, подмети ебутый пол, разберись с тем, что здесь происходит, поучаствуй в разнятии драк, поуправляй ебутым заведением, посмотри, как приходят ебутые деньги, чтобы ты не делал из воздуха свои ебутые обвинения. Если ты так разговариваешь со мной, я разговариваю с тобой так же. Так должно быть. А сейчас, по факту, забери эти ебутые пальто и повеси сам. Девушки эти, которые были с ним, просто прихерели. Это же был Мэдди Гамбина, большой человек, большой гангстер, большое имя. Без сомнения, у него было большое имя. Знаешь ли ты, Сэмми, что это такое, когда говоришь со мной вот так? Я сказал, «Бро, у тебя будут две опции. Первая, повесь эти ебутые шубки, подними свою задницу, подойди к бару и обслужи себя напитками сам. Официантка занята. Я не буду останавливать ее делать то, что она сейчас делает. Или покажи, что у тебя есть». Можно было услышать падение булавки. Казалось, что весь клуб, люди, шум, танцы, все абсолютно превратилось в полнейшую тишину. Может быть, мне так показалось, но это была мертвая тишина. Все смотрели в нашу сторону. Он сказал людям за своим столом, женщинам, «Окей, все, пойдем, забирайте шубки, уходим отсюда». И они вышли через дебанную дверь. Билли подошел и сказал, «Сэмми, вот из-за чего. Я знал, что ты не будешь терпеть этого бомжа. Я так хотел сделать с ним то же самое. Но я не могу. Я в ловушке. Я с ними. Я никогда бы не вышел сухим из воды после этого. Я не пытаюсь выходить сухим из воды. Это ничего. Я просто не какая-то ебаная собака. Я не дворняжка. Я выслушивал его дерьмо. Я делал все. Эти шубки висели на моей руке, Билли. Но обвинять нас сейчас в присутствии этих людей, почему бы ему было не отвезти нас в заднюю комнату и там поговорить об этом, если у него был вопрос? На следующее утро я пошел к Шорти Спэрроу и рассказал ему в точности, что произошло. Билли пошел к Джонни Риза, который был посвященный в семье. Он был с Тайлером Орелло. Вы слышали его имя раньше. Он был крупный капорид Джимми в семье Гамбино. Риза рассказал Тайлеру, что случилось. Тайлер, по всей видимости, пошел к Карлу Гамбино и донес их понимание. Не мое понимание, а их понимание, того, что произошло. Билли рассказал Джонни Риза, после чего Риза рассказал Таро. И так это дошло до ушей Карла. И я рассказал Шорти, который был под Персика. И далее это все пошло наверх. Я помню, Карвин Персика сказал мне, Сэмми, ты с нами, бро. И твоя версия рассказа подтверждена. Мы разговаривали с Джонни Риза. И Джон Риза подтвердил то, что ты рассказал. Это библейская правда, что случилось. Ты не вставил ни одного лишнего слова. Ты поступил правильно. Ты не вел себя, как йовный ковбой. Ты не должен развешивать йовные шубы своих посетителей. Ты не должен убирать столы. Ты не какая-то официантка. И нам нравится факт, что ты даже защитил официантку, чтобы он не играл большого босса с ней. Брось все, что ты там делаешь и обслужи меня. Нет, это неправильно. Я спросил, я выхожу из игры? Абсолютно нет. Насколько мы понимаем, после того, как встреча по этому вопросу закончилась, Карло Гамбино выдрал задницу своему племяннику за все это и показал, где его настоящее место, где он заслуживает быть. Уважение в нашей жизни все. Я не был посвящен на мафию тогда, и это все объяснялось для меня на другом уровне. Это дорога с двусторонним движением. Если ты уважаешь людей, ты получаешь уважение. Если ты заносчивый кусок дерьма, то ты получаешь такого же рода ответы. Особенно, если ты нарываешься на жесткого парня, который пользуется уважением. Такой человек имеет право ответить. И ты сделал это. И поступил правильно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok